Итак, друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас проект кухня Leroy Merlin. Кухня линейная, но с таким вот дополнительным шкафчиком, который был вот там находиться у нас. Вот его уже в последний момент добавили. В принципе, ничего такого здесь критичного нет. Много техники, свет будет, подсветка, стеновая панель опять же, это Leroyшная. Вот, в принципе, как бы, есть, конечно, что здесь немножко попилить. Вот, а так, линейная кухня, конечно, хорошо. Помещение заказчики подготовили. Вот, по поводу, кстати, вот этих подготовок помещения, да, немножко вот расскажу. Смотрите, у меня происходит процесс этот довольно просто. То есть, мне пишет человек, говорит, нужна установка кухни. Все, сначала мой разговор начинается, когда вообще планируется установка, где территориально. Допустим, человек говорит, там, через две недели. Говорю, окей, присылайте всю информацию по кухне. Информация по кухне, это, самое главное, проект кухни. Либо вы фоткаете все страницы, либо в PDF-файл присылаете. Далее, мне обязательно нужно фотопомещение, куда будет монтироваться кухня. И обязательно нужен список техники. Вот, имея эту информацию, я вам максимально точно просчитываю стоимость монтажа. Если у вас стоимость монтажа устраивали, дальше я уже смотрю помещение. Обычно там по фото можно уже сразу понять, где что переносить. В принципе, как здесь и получилось. То есть, там, розеточку для посудомойки добавили. Здесь у нас силовой остался на месте. В принципе, у нас с соседним шкафом на границе шкафа не попадает. Добавили пару розеток для вытяжки, подсветки. На фартуке розетка одна осталась, а ну чуть-чуть здесь вот перенесли. То есть, в любом случае, какие-то вмешательства нужно делать. Потому что это квартира с ремонтом от застройщика. То есть, здесь, грубо говоря, люди только покрасили стены, и все, и пару розеток перенесли. Вот отстабжение у нас осталось такое, как и было. То есть, все здесь от застройщика. Итак, друзья, сегодня хочу поговорить про ошибки менеджеров Леруа, которые планируют кухни. В данном случае у нас здесь получается по напольному ряду, не считая пенала, здесь размер ровно 2,40. То есть, 60, посудомойка с бутылкой 60, 60, 60, все, 2,40. И в Леруа выписывают столешницу ровно 2,40. А по факту она даже меньше на 2 мм. То есть, она 2,39 и 8. И это может стать проблемой. Проблемой в том, что нам столешницы просто тупо может не хватить. Связано это, например, вот с таким примыканием, как в данном случае. То есть, у нас кухня примыкает с одной стороны к стене. И, соответственно, вот стены, ну, ровные стены, сами понимаете, их сложно очень найти. У всех есть погрешности и так далее. Вот, и, допустим, из-за вот этой вот стены у нас уже кухня немножко толкается. Вот, ну, точнее, она вот упертая здесь и все. И, соответственно, у нас острый немножко угол. И чтобы вот этот зазор убрать, мне нужно криво отпилить столешницу. То есть, сделать наискось точно такое же, как стена. Чтобы столешница плотно прилегала по всей глубине. Но сделать я этого не могу, потому что, опять же, повторюсь, у нас 2,40 на полный ряд. И ровно 2,40 у нас столешница. То есть, пилить некуда от слова совсем. Поэтому в таких случаях лучше выписывать столешницу 3,05. Вот, это, как бы, такой один момент. И второй момент, если вдруг окажется сейчас, что вот эта стена у нас тоже где-нибудь пузом. То есть, в нее шкаф навесной упрется и отодвинет еще дальше кухню. То, по факту, мне весь низ нужно будет еще правее толкать. Вот, и это большая проблема, когда шкаф прям строго примыкает к стене. Вообще, вот в этих местах я рекомендую делать доборные вставки. Допустим, в Икеа всегда прорисовывали доборчики по 5 сантиметров. Здесь 5 и здесь 5. Например, у нас стена вот так завалена. Чтобы у нас верх не толкнул всю кухню, а у нас вся кухня связана вот этим пеналом. Соответственно, мы вот здесь, допустим, отбиваем симметрию. А вот эти вставки уже пилим по факту. Допустим, здесь будет 5 сантиметров, а здесь вставка, допустим, 4,5 сантиметра из-за отклонения стены. Вот, и тем самым мы добиваемся симметрии, и тем самым у нас все хватает, никуда не упирается и так далее. А столешница, соответственно, должна быть длиннее, чтобы ее можно было подогнать. Вот, а сейчас может возникнуть вот такая проблема, что мне просто не хватит столешницы. У меня и так здесь уже образовался вот зазорчик. Сейчас, конечно, еще заказчики привезут кромку, потому что у Леруа странный подход у них. Одни кромленые, другие не кромленые столешницы. И просто если, ну, по моему видению, столешница уже четко в размерном ряду, вот, то она должна быть уже покромленная на фабрике. Вот, а не как бы дома утюгом вот эту кромку клеить. Но вот такие, как бы, нюансы у Леруа присутствуют. Поэтому подводим итог. Размерный ряд считаем на полных шкафов и плюсуем еще столешницу с запасом плюс 10 сантиметров как минимум. На всякие подпилы, подгоны и так далее. Если у нас нет, допустим, плюс 10, да, вот, есть 2,40 и все, следующая 3,05, значит, нужно брать 3,05. А вот фартук, кстати, вот стеновая панель, которая у них идет, вот точно такая же, она почему-то идет 3,05. То есть, ну, как бы, непонятно, нет какой-то оптимизации и универсальности. То есть, если фартук 3,05, значит, и столешница должна 3,05 идти. Ну, вот, так бы, как есть, поэтому тоже обращайте на это внимание. Потому что иногда повезет с этим делом, иногда не повезет. День первый. Сегодня сильно не получилось снимать, потому что сегодня какой-то загруженный день, получился звонки, сообщения. В общем, одним посчитать, другим посчитать и так далее. Вот, ну, это хорошо, вот, но в рабочее время это немножко мешает. Вот, и по итогу сегодняшнего дня, в принципе, все окей. Каркасы на месте, фартук приклеил. Все окей, там фартучик тоже у меня клеится. Выставил, стянул. Здесь уже подготовил под подсветку. То есть, у нас здесь будет сенсорная кнопочка. Не сенсорная, все время путаю их. Инфракрасный выключатель, в общем. Вот это от него провод. От него же блочок. Вот такой вот это все делает, а покупается в Leroy. Вот, то есть, вот такая маленькая кнопочка. Но это я вам еще покажу завтра. Вот, поэтому на сегодня все. В принципе, ну, как бы простая линейная кухня. Ну, прикольная, высокая, 2,50 высота получается. Вот, фартук и столешница расцветка мне это нравится. Низ у нас, по-моему, будет одного цвета, вверх другого цвета. В общем, прикольная кухня. Завтра все покажу, все расскажу. Вот, поэтому всем спасибо за внимание на сегодня. Сегодня вот приходится клеить кромкой. Вот, и кромка такая капризная, она очень хрупкая. Вот, и по-хорошему нужно на фрезер, специальную фрезу, то есть, снимать эту кромочку. Вот, потому что ножом срезать она прям сильно ломается. Вот, но я тут придумал реноватор. Вообще, незаменимая вещь, оказывается. Все, и сейчас чуть-чуть доработать напильником. И, в принципе, почти как завод. Есть, конечно, небольшие скольчики, но здесь у меня с лицевой части все четко. Так, ну, и, в принципе, для поклейки, можно сказать, в домашних условиях получилось таки и неплохо. Здесь, конечно, есть небольшой скольчик, но это у нас уже часть будет к холодильнику смотреть. Вот, вообще такая капризная очень кромка. Повторяюсь, нужна фреза специальная, чтобы снимать эту кромочку. Ну, и, соответственно, тащить фрезер и все остальное. Так, ну, походу, все. Я уже, кстати, его ремонтировал. Ну, пора, наверное, все-таки менять. Давно хотел его поменять на другую модельку бесщеточную. Походу, пришла пора. Так, друзья, в общем, история такая. Есть у нас это чудо. Под названием «Встраиваем микроновая печь» от Манфилда. В общем, ставлю я эту СВЧ в ее положенное место. И она у меня завалена. Просто криво. Я начинаю, естественно, первым делом промерять полки, промерять горизонты, вертикали, расстояние от этой полки до этой полки, от стоевой до полок. Все одинаково. Вот. Не пойму, в чем дело. Вытаскиваю я это чудо природы. Вот сейчас мы видим, она стоит на ногах. Ноги нерегулируемые. То есть это просто болтяжки такие вкрученные туда. Вот. И проверяем вот от столешницы. То есть она на столешке стоит. Здесь мы видим, у нас здесь, ну, пусть 37 ровно. Вот. Переходим на эту сторону. Здесь у нас уже 37, ну, и 3 точных есть. То есть, ну, как такое возможно, непонятно. Как это нужно устанавливать, то есть тоже непонятно. Криво ее оставит. Либо нужно лепить колхозики, какие-то подставки, подножки. Вот. Но, в принципе, я догадываюсь, почему такая история. Потому что у Манфилда, как бы, они очень много денег тратят на упаковку. Да, я думаю, кто покупал Манфилд, видят их, запаковывают так, как будто их с самолета сбрасывают там. И картон, и пенопласт, и пленка, и еще там много-много всего. Но экономят на элементарном. Допустим, на этом же металле экономят. Да ладно здесь жестянка, но здесь-то должно быть какое-то, ну, по идее, усиление. То есть, чтобы она не делала металл, не прогинался. Вот. А так как вот здесь самая тяжелая часть, потому что здесь стоит какой-то, ну, вот этот элемент, который, да, там волны вот эти разносит. Плюс здесь панель управления. И всегда вот эта часть тяжелее, чем вот эта. То есть, это легенькая, это тяжелая. И, естественно, из-за этого она провисает под собственным весом. То есть, это новая микроволновая печь. Вот прям, чтобы наглядно было, да, вот смотрите, я прям вверх лазера направил на полку. Вот он идет, 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 идет. То есть, все четенько по уровню. Вот. И вот смотрите, СВЧ, как здесь стоит. Смотрите, здесь зазор и вот здесь зазор. Просто вот я сейчас на нее направляю. Вот. Вот она как стоит. Здесь, то есть, лазер не касается СВЧ. Здесь вот уже все. То есть, она должна быть вот так. И, соответственно, она уже, и зазор по полке тогда одинаковый получается. Ну, в общем, вот смотрите, без лазера. Ну, полочка, полочка ровненько. То есть, все как положено. Я промеряю все это дело. Вот, по несколько сотен раз. Вот, в общем, имейте в виду. Так, ну, а теперь после доработок, ну, я называю это колхозом, изобретением велосипеда и все с ценой. То есть, производитель берет деньги за свою технику, как бы и так. Ляп-ляп и, знаете, покупайте. Вот, а здесь на месте, как хотите, так и разбирайтесь. Вот, и теперь, в общем, у нас здесь одинаковый зазор. Ну, есть, конечно, небольшая еще погрешность. Вот, но это уже, как бы, по крайней мере, лучше, чем было. Вот, а полочка, повторюсь, стоит ровненько. Все вот по лазеру. Здесь все ровненько. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие дела. И теперь все. Теперь у меня здесь зазор выровнялся. Выровнялся, то есть, как положено. Завершен проект. Сильно много не получилось. Снимать там процессы сборки, вот, потому что день был вчера загруженный. Звонки, сообщения и так далее. Вот, так, по кухне. Линейная кухня, Леруа. Высота кухни там 2,50 получается у нас. Фасады. Это у нас эфия, глянец. Это у нас Аша Грей. Серенькие фасады. Вот, материал ДСП. Вот, ну, выглядят, выглядят хорошо. Так, сейчас пробежимся быстренько по кухне. Расскажу, покажу. Так, пойдем отсюда. Здесь у нас вот такая небольшая конструкция. То есть, здесь хозяйке нужно тут расположить кофемашину, там, мультиварку и так далее. Вот. И здесь будет холодос стоять. В общем, вот эта конструкция у нас добавилась уже вот буквально перед монтажом кухни. Так, погнали. Моечка. Это Леруа мойка. Хорошая мойка. Мне нравится. Железная. Смесак 3 в 1 тоже. Это он из Леруа. С функцией чистой воды. Горячая, холодная. Все у нас идет. Так, под мойкой. Здесь у нас Леруашный этот поддончик. Классная штука. Далее сифон я поставил жесткой трубой. Возможно, в дальнейшем будет измельчитель. Подключаться. Вот. Эта розетка вообще для него и предназначается. Для посудомойки у нас там вот там есть розетка. Но это если я приеду подключать, уже перетащу вилку. Вот. Здесь по сантехнике немножко здесь доработал как мог. То есть краники не стали ставить. Ну, я уже сказал по желанию заказчикам. Потому что у нас прямо вот здесь перекрывается вода. Вот, соответственно, заказчики не купили краники. Просто уголки, проходняк. Аквастоп я сегодня вот так разместил. Потому что, ну, так он никак не влазит. Мешает канализации. Ну, в общем, такая история все от застройщика. Все работает, все функционирует. Все проверил. Подключение фильтра чистой воды. Гибкая подводочка. Я поменял гибкую подводку прям до самого смесителя сегодня. Вот, ну, мне покажется, что вот это вот лучше подводка. И фирма неплохая вроде бы. Барьер-фильтр. Все, в общем, проверено. Все запускал. Все работает. Так. Дальше здесь у нас посудомоечная машина. Медея. Вот. Ну, Медея. Медея, Горение. Манфилд. Как бы все с одной историей. Вот. Отличаются внешним видом немножко и набором программ. Выдвижной механизм. Бутылочница. Это тоже вроде бы вещь хорошая. Вот. Далее под варочной панелью у нас два выдвижных механизма. Вот, кстати, розетка для посудомойки, которую я говорил. Просто на автомате прям туда ее подключил. Вот. Но уже потом поменяю. Еще один выдвижной механизм. Варка электролюкс. Индукция. К электролюксу тоже всегда без претензий. Всегда четкая фурнитура. Устанавливать одно удовольствие. И здесь у нас три выдвижных механизма. Механизм и хитик. Думаю, уже все знают. Здесь у нас также выдвижной под духовкой. Всю макулатуру. Все лишнее сложил в коробочку. Это соль для посудомойки. Даже соль засыпал. В общем, посудомойкой можно пользоваться. Здесь духовка и СВЧ. Ну, с Бошем, духовкой все гладенько прошло. С СВЧ. Вот. Я видео вставлял. Думаю, вы видели. Это просто, конечно, ужас. Так. Здесь. Здесь вообще была у нас целая история. В общем, история была такая. Заказчик сначала хотел поставить между духовкой и СВЧ два ящика. Связано это с тем, что здесь открывается дверь. И чтобы она не билась в стекло, допустим, техники, то говорит, лучше пусть в дверь бьется. Говорю, давайте лучше оставим как положено. Во-первых, СВЧ сейчас на оптимальной высоте. Вот. И пользоваться ей максимально удобно. И здесь мы поставим один фасад. Просто не успели купить. Точнее, выписали. Он приедет, что только в понедельник. И здесь будет точно такой же фасад. То есть у нас получается прямо вот как положено. Все фасады по 60. То есть никаких тут залипушек. А в Леруа выписали. Получается. Здесь 38-й фасад. Здесь у нас фасады 12,5, 12,5 и еще 3 по 25. То есть получается здесь просто куча фасадов была бы. Куча каких-то механизмов. Между духовкой и СВЧ иногда было два механизма вставлять. В общем, не знаю, как бы это все выглядело. Но мне кажется, здесь были бы зазоры какие-нибудь сумасшедшие. Вот поэтому, посовещавшись с заказчиком, решили все-таки оставить классический нормальный вариант всего этого дела. СВЧ, естественно, открывается влево. И вот, да, тоже как бы, ну, я же опять повторяюсь, я очень мало встречал правосторонних СВЧ. Очень редкие они. А так, конечно, если у вас колонна справа, да, относительно основной кухни, то пробуйте, ищите правосторонние СВЧ, чтобы вы подошли, открыли, взяли тарелку и поставили ее вот сюда. То есть вот в этом плане немножко неудобно. Так, далее по навесным погнали. У нас здесь просто дверь, полки. Здесь у нас вытяжка. Вытяжка Manfield. Ну, такая простенькая моделька самая. Здесь у нас питание вытяжки и питание подсветки. Все здесь есть. Ну, и труба у нас выходит, но вытяжка через угольный фильтр будет работать. Так, далее. Здесь аналогичная дверь, полка. Здесь у нас сушка для посуды и пару полочек поставил, чтобы туда еще можно было что-нибудь поставить. Так, в принципе, все. Фартучек. Подсветка, кстати, да, это Леруа-шная подсветка. Светит неплохо. Кнопочка это тоже из Леруа. То есть вкл-выкл, просто инфракрасный датчик. Все это функционирует, все это работает. Так, ну, в общем, в принципе, все. На этом проект закончен. И это уже кухня финальная на февраль месяц. Все, дальше я еду домой на заслуженный двухнедельный отдых. Поэтому увидимся с вами уже, наверное, в марте. Вот еще. Ну, я уже хочу в следующем видео запишу. Хочу все-таки вам рассказать, как считать правильно каркасы. Потому что самый частый вопрос это сколько стоит сборка мебели. Вот у меня есть прайс, я всем отправляюсь, но все равно все не понимают, что такое каркас. Вот, поэтому тоже запишу видео по поводу просчета, как самостоятельно можно просчитать сборку. Ну, конкретно, если пользоваться моими услугами. Все, поэтому, друзья, всем спасибо. Всем добра, мира и здоровья. До свидания.